Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом видео я вам покажу, как надо создать листинг или карточку товара, как говорится, а еще проще листинг на сайте Алиэкспресс. Перед тем, как перейти непосредственно к созданию листинга, нам надо подготовиться. Подготовиться, то есть проделать следующее. У нас в аккаунте покупателя должен быть открыт товар, который мы хотим залистить, свлипить строп-шип. Вот он у нас открыт, с которого предварительно подготовлены вот эти три папочки, о которых мы с вами уже говорили. В одной папке картинки, так называемые, главные. Здесь картинки вариаций. А здесь описание товара, description в HTML формате. Имея все это подготовленным, мы приступаем непосредственно к созданию листинга. Листинг создается через вкладку Product и первая же строчка Post Product. Вот она. Кликаем по ней. Переходим в соседнюю вкладочку. Предыдущую можно закрыть, чтобы она нам не мешала. Потому что здесь будут часто переходы, чтобы вы знали, что и где. Итак, первое дело нам предлагается выбрать категорию, в которой будет наш листинг. Это можно сделать через выпадающее меню, которое очень неудобно, так пошагово и так далее. В этом плане Алиэкспресс очень демократичен и он разрешает делать следующее. Вы переходите на тот товар, который вы хотите залистить. Если это не с Алиэкспресс, то находите аналогичное, похожее что-то на этот товар. Допустим, вы нашли его на ebay и хотите продать на Алиэкспресс. Нашли на Алиэкспресс похожий товар и взяли с него ссылку. Прямо из браузерной строки. Вот из строки поиска длинную ссылочку. Не название, а ссылку, которая у вас в строчке. После этого переходите в аккаунт продавца. И вставляете эту ссылку в это окошко. И Алиэкспресс сам подбирает вам соответствующую категорию. Вот она внизу. Кликом по ней вы выбрали категорию. После этого переходим на основную страницу, в которой первым делом надо вот этот свитчер передвинуть вправо. Или включить. Перезагружается страничка. И здесь вот появляется вот такая активная ссылочка. Проделаю это еще раз, чтобы вы смогли заметить. Вот в таком положении Ее нету. Вот здесь пусто. В таком положении она появилась. Вот она. И теперь начинаем производить следующие действия. Первое, вот первый раздел Product Information. Назовем его первым разделом. Он начинается вот сверху и заканчивается вот здесь. Price and Inventory. В этом разделе есть места, отмеченные звездочкой. Это обязательные поля, которые нам надо заполнить. То, что без такой звездочки это не заполняется. Можно это пропустить. Мы будем так и делать, поскольку это в принципе не нужно. Итак, первым делом Title. Откуда мы его берем? Мы переходим на тот листинг, который хотим скопировать и копируем полностью title, заголовок, название товара. Переходим сюда, вставляем в соответствующее поле. Кликаем обязательно по пустому месту, чтобы все это зафиксировалось. После того, как это зафиксировано, мы кликаем по этой активной кнопочке ссылочки, точнее, чтобы у нас открылось вот это всплывающее окно. Что в нем происходит? Наш заголовок переводится на несколько языков, основных языков мира, чтобы покупатель из любой страны при наборе допустим, вот это сережки на своем языке, увидел наши сережки. Кликаем вот по этой кнопочке translate и вот эти поля заполняются тайтлами на соответствующих языках. Здесь есть и русский, вот, висячие серьги, в корейском стиле, геометрической формы для женщин. Видите, как много ключевых слов. Точно тоже на других языках. И сохраняем. После каждого действия сохраняем проделанное нами. Следующее обязательное поле это картинки. Здесь разрешается всего шесть картинок, поэтому при скачивании картинок с поставщика, скажем так, выбирайтесь шесть самых красивых, самых информативных, самых необходимых картинок. Итак, для того, чтобы загрузить картинки, кликаем по первому плюсу, кликаем вот в это большое поле. Не сюда, не сюда, а в большое поле. кликнули по большому полю и нам открывается наш рабочий стол, на котором у нас уже есть вот эта папочка с названием BOSS, Korean Stealing Geometric и так далее. То есть мы знаем, что это в этой папке. Левый клик, собираем все и все открыть. картинки начинают загружаться. Ожидаем, чтобы эти зеленые линии дошли до конца и здесь появилась надпись, что готово. Successful. 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 Все. Все картиночки на месте. И кликаем Confirm. При желании можно здесь же сразу передвинуть, поменять местами, если вы хотите. взять картинку, поменять местом и пошли дальше. То, что я сейчас не заполняю, например, вот это поле, и вам также не надо заполнять. Следующее то, что со звездочкой это детали. Здесь надо выбрать бренд. Бренд. Бренд вот это поле оно присутствует при выставлении любого товара. И мы всегда выбираем из выпадающего списка что-то типа названия нет или другой, или если ничего такого нету, там всегда есть абракадабра. Вот такая. Если ничего другого нету, выбираем вот эту абракадабру, самую нижнюю. Если есть слово нон, выбираем слово нон, и на этом с деталями закончено. Если перед каким-нибудь из этих окон будет стоять звездочка, вам надо будет узнать, как же здесь заполнить, что тут прописать, вы идете на своего поставщика, переходите в отдел спецификейшен, и здесь у него обязательно прописано все, что с вас требуется. То есть то, что потребует от вас, то же самое потребовало от этого продавца, и он это все заполнил. Точно так же вы скопируете и заполните там. Это тоже надеюсь проехали. Следующее цена и инвентарь. То есть здесь надо установить цену за свой товар, выбрать вариации, выбрать количество и назначить цену. Мы вот эти две верхние звездочки, вот они, их не трогаем. Вот как есть, так и остается. То есть мы продаем поштучно и цена у нас за штуку назначена. Следующее вот дальше идет в ювелирке тут два варианта дается цвет металла и если это что-то с камушками цвет камушек это цвет камушек. Поскольку у нас товар без камушка в этом пропускаем здесь делаем следующее цвет металла. Выбираем из выпадающего списка у нас первая вариация это золотого цвета то есть gold мы чтобы не скролить вверх и вниз просто набираем здесь даже с одной буквы у меня на русском клавиатура с одной буквы должно появиться слово gold вот оно gold color это точно так же как и у нашего поставщика вот первый вариант gold color поэтому мы тоже выбираем gold color это у нас вариация первая вторая вариация что у него platinum platet то есть покрыто платином находим здесь же тем же методом пишем пару букв и вот platinum platet кликаем у нас выбрался этот вариант розы color даже не надо особо вникать что там написано набираем две буквы допустим и видим что того что нам надо тут нету тут написано розы gold color в принципе по смыслу это одно и то же можно выбрать и оно станет вот здесь розы gold color но чтобы быть уже совсем точным и продавать то же самое что и наш поставщик мы идем на этот листинг копируем вот это вот название точно так же как у нашего поставщика переходим в свой листинг и напротив вот этой строчки здесь еще окошко в котором написано custom name то есть свое название и вставляем это сюда у нас получается розы color при показе листинга будет показываться не предыдущее а то что мы здесь написали следующим шагом надо загрузить картинки вариаций это делается из этих вот активных ссылочек кликаем загрузить картинки кликаем в большое поле это у нас не вариации а вариации у нас вот эта палка под названием вариации и здесь у меня уже названо gold color и дальше название кликаем и это у нас загружается напротив голда confirm upload подтвердили вот здесь картиночка уже есть следующее platinum plotted клик клик в большом поле вот он platinum plotted загрузилась подтвердили и точно так же следующее клик в большом поле вот и розы кавах загрузилась вот написано подтвердили идем дальше я уже сказал камушков тут нету это мы пропускаем и вот у нас три вариации доходим до вариаций в которых вот опять же звездочки обязательные для заполнения и следующее поле ску которое не обязательно заполнять мы и не будем его заполнять как высчитывать цену со своей прибавкой я уже говорил надеюсь знаете поэтому сейчас я буду просто все копировать так как у нашего поставщика не буду высчитывать 259 259 259 ну допустим наша там наценка 299 299 299 заполнили эти три поля и указываем наличие на складе по 5 штук я не советую забивать по много количества поскольку в любой момент может закончиться и вообще нам не выгодно ну не не надо продавать большими партиями 5-10 штук вполне достаточно и уже переходим на продакт детал пейдж это следующие страница ну следующий этап и здесь опять же вот звездочка то есть description надо обязательно запомнить это описание у нас уже есть текстовый файлик в html формате для того чтобы и здесь это сделать мы проделываем следующее вот здесь самая крайняя точка написано html source кликаем по ней у нас появляется вот такое бр это значит перенос мы его стираем убираем находим наш файлик текстовый документ с описанием которое у нас есть раскрываем правый клик мышки выделить все правый клик мышки скопировать все закрываем и сюда вставляем после того как поле заполнилось этот свитчер переносим кликом по нему в обратную кликаем по нему и у нас загрузилось описание мы здесь видим поскольку это в действительности взято с другого продавца у него вот на этом листинге сейчас этого нет вот в описании тут все по-другому переходим в описание здесь этого нет но у того продавца с которого в реальности взято вот это вот html у него вот здесь вот где вот это вот непонятное что это его товары со ссылками на его магазин и так далее у вас тоже такое будет то есть в этом случае значит кликайте по этой ссылке по этому ну как его назвать ненужному окошку вот у меня замаячил если вы видите курсор замаячил и обычным движением удалить удаляем его подтягиваем это все до верха и вот это тоже что-то непонятное может это название фирмы может это какое-то слово на китайском мы когда этого не понимаем это тоже убираем то есть клик и убрали у нас тут осталось вот такое большое пустое место которое естественно некрасиво мы подтягиваем все это вверх картинка пошла до самого верха здесь пошло описание более подробное эту картинку можно и оставить потому что мы здесь нет ничего опасного можно и убрать и вот остальное все описание у нас здесь появилось то расширение которым мы пользуемся для скачивания того же описания обычно подставляет вот такое вот неприятное слово сочетание я бы сказал это даже буква сочетания которое тоже обязательно надо удалить чтобы у нас листинг выглядел красиво и аккуратно все теперь с этим покончено идем дальше у нас есть описание такое которое нам необходимо вон сюда при желании можно добавить допустим сверху самого наименование там title взять скопировать для красоты допустим добавить сюда title это уже как бы ваше решение скопировали здесь и вставили здесь с самого верха вот название вашего товара взяли это все там увеличили размер сделали жирным сделали цветным там и в общем это уже дело вкуса кто как хочет дальше опять же здесь мы ничего не заполняем здесь ничего не заполняем переходим на packaging and logistics то есть упаковка и перевозка опять же здесь есть обязательные поля для заполнения самое важное для нас вот это верхнее которому надо подойти аккуратно и здесь заполнить дней 10 на подготовку то есть вот эти 10 дней у нас прибавится к времени в пути этим самым мы удлиняем наше время доставки то есть что покупатель не переживал где моя посылка это ему будет видно и при покупке что допустим ваша посылка придет через 30 там 40 дней и все будет спокойно можно после того как вы убедитесь в определенном поставщике его товары выставлять там за 5 дней но меньше 5 никому не советую поэтому здесь мы выставляем 10 дней на подготовку посылки следующее обязательное поле это вес посылки ее всегда указываете так сказать на глаз потому что и у того человека с которого вы берете пример у него тоже этого нигде нет не ищите не найдете просто на глаз надо прикинуть и допустим написать 100 грамм посылочка здесь в килограммах то есть мы пишем 0.1 размер самой посылки вот здесь в этом поле размер самой посылки опять же именно приблизительно пишем тут уже в сантиметрах допустим 15 на 12 и на 10 вот это покраснение снизу будет удалено вот когда кликните по пустому месту и вот у нас вес посылки здесь у меня автоматом подставилось шаблон отгрузки то есть без него мы товар отгружать не сможем поэтому предварительно его создали вот он мой вариант отгрузки другого нету он у меня единственный поэтому он и подставился если у вас будет не ваш шаблон вы выберете свой дальше опять ничего не трогаем здесь все подставилось так как надо здесь опять же ничего менять не надо и последняя последняя вкладочка в которой опять же вот это первая вкладка если вы решите раскидывать свой товар по разным группам по разным категориям тогда выбирайте в какой категории этот товар но этого опять же делать не надо поскольку если вдруг покупатель перейдет в ваш магазин ему гораздо удобнее видеть весь ваш ассортимент от одной вкладки и перелистывать страницы чем бродить ходить по категориям поэтому это и лишний процесс лишнее дело и ненужное следующий чекбокс опять же проставлен так как надо чтобы вам инвентари то есть склад меняло только тогда когда у вас действительно уже оплачен ордер может кто нибудь допустим прийти в ваш магазин выкупить все 5 сережек вот этих и у вас здесь будет ноль но в итоге он не оплатил допустим у него карточка заблокирована или средств мало и вот тут так и будет висеть ноль вам придется перейти сюда и дополнять поэтому оставляйте настройку именно так чтобы склад минусовался только после того как ордер оплачен и следующее ну естественно это через Alipay вы будете получать деньги и следующее что вы согласны с условиями сайта то есть при создании листинга вы все все условия соблюли итак вот кнопка submit то есть выставить листинг если вдруг у вас что-то сделано неправильно то вот эта вот страница проскролится к тому месту где вы допустили ошибку и это место будет подсвечено красным вот например сток если не указали бывает так что листинг не встал и не проскролилось тогда вам придется вручную посмотреть где это красная надпись и удалить недостаток и завершающий аккорд кликаем на кнопку submit листинг проходит небольшой чек и появляется вот такое вот окошко то есть создайте новый или поправьте то что есть мы ни того ни другого сейчас делать не будем вот приходим свои продукты видим наши листинги вот там внизу мои не буду показывать вот он здесь можно перейти правым кликом на этот листинг посмотреть уже глазами скажем так покупателя вот то что он будет видеть здесь ну расширение мои покупатель будет видеть вот это если мы остались довольны прокрутите обязательно не ленитесь до самого низа посмотрите на все если все нормально значит все нормально вам ничего не надо здесь менять или добавлять убавлять вот и на этом все я в принципе показал все шаги от начала и до конца как создавать листинг так что на этом все всем удачи всем пока с вами был Феликс удачи удачи удачи